Друзья, всем привет! Недавно я выложил ролик, где на примере показал абсурдность одного из пунктов, касающейся водоохранной зоны. Суть того видео в том, что на дороге, ведущей к роднику, родник находится на берегу реки, недалеко от уреза воды, на дороге, ведущей к роднику, поставили табличку «Водоохранная зона». Поставили, как положено, за 200 метров, и теперь десятки, а то, может быть, даже и сотни жителей в день, в день, потому что родник пользуется огромной популярностью, рискует быть оштрафованы многотысячными штрафами. Если кому интересно, кто не видел этот ролик, посмотрите, ссылочка в правом верхнем углу, также оставлю ссылочку под видео. Кому интересно, посмотрите. А в этом видео речь пойдет еще о двух моих примерах из моей рыболовной практики, показывающих или доказывающих, как хотите, абсурдность этого пункта. Но сначала подробнее о самом пункте. Значит, пункт о водоохранной зоне гласит. В водоохранной зоне считается полоса минимум 50 метров от уреза воды, это если от болота, от озера или от ручья длиною до 10 километров. Значит, от болота, озера или ручья длиною до 10 километров. 50 метров нельзя заезжать на автомобиле. Если это ручей и маленькая речка длиною от 10 километров до 50 километров, тогда нельзя подъезжать уже на 100 метров. Значит, водоохранной зоной считается 100-метровая прибрежная зона. И самый большой, конечно же, это реки длиной более 50 километров. Таких много у нас вообще в России, таких рек очень много длиной более 50 километров. На этих реках на машине подъезжать нельзя ближе 200 метров. В границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств. За исключением их движения по дорогам, внимательно сейчас слушайте, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Твердое покрытие. Нигде не уточняется, какое это покрытие. Хорошо, он был твердым. Значит, штраф грозит от этого от 3 до 4 с половиной тысяч рублей. Теперь о примерах. Значит, первый мой пример из моей рыболовной практики. Это мною горячо любимая река, находящаяся в автомобильной от меня доступности. Это река Ака. Обожаю эту речку. С детства на ней варил рыбу, еще с отцом помню, на ушастом запорожце, с воздушным охлаждением. Мчались, мчимся. Он греется. Останавливаешься, ждешь. Но все равно в таком предвкушении рыбалки. Раньше рыб, конечно, на ней побольше была. Не замечал ничего, даже дороги не замечал. Она занимала по 4-5 часов на этом запорожце с остановками. Ну, было классно. Это до сих пор мне запомнилось с детства. И я пронесу эти воспоминания через всю свою жизнь. Делюсь вас с вами вот ими. Значит, к сути. На этой реке, в районе поселка Белоомут, находящегося на границе Московской и Рязанской областей, есть асфальтированная дорога, ведущая напрямую к реке, а у самой кромки воды есть асфальтированная площадка, ну, где-то 5 на 5 метров. Это бывшая паромная переправа. Сейчас она уже не действует несколько лет, но, тем не менее, к ней есть асфальтированная дорога и асфальтированная стояночка, прямо у самого реза воды. Значит, получается, что по этому пункту? Значит, прямо у самой кромки воды, на асфальтной площадке, ставить автомобиль можно, и мы не приносим ущерба водной акватории, а чуть правее или чуть левее в кустах нельзя. То есть можно подвергнуться многотысячным штрафам. Мы уже портим водную акваторию, понимаете? Вот абсурд, на мой взгляд, абсурд. Второй пример. Нижняя Москва-река, поселок Белоозерский. Там на довольно-таки большом протяжении, в километраже не могу сейчас сказать сколько, но большой километраж, более 10 километров, мне кажется, а то и больше, с разными заездами от деревень проходит бетонка, бетонная дорога. Бетонка действующая, по ней ездит спецтехника, которая работает на полях и сажает картошку и все такое прочее. Там действующие поля, и проходит средство бетонка. Знака запрещающего въезда на легковом или даже на грузовом автомобиле на эту бетонку нет, поэтому по ней можно спокойно перемещаться. Местами эта бетонка проходит прям практически у самого уреза воды метра за два. Сейчас вам покажу, у народа много, но пока машин много, там и там, но пока клюет не очень хорошо. Я его поймал. Подлещик или густер, не знаю. Так. Опять же, вот вам и абсурдность. То есть я за два метра от уреза воды на бетонке могу поставить автомобиль, и мне ничего за это не будет, потому что бетонное твердое покрытие, но самое главное, что я, получается, не причиняю вреда водной акватории, а съехав метр вправо, метр влево, все, огромнейший вред причине водной акватории, короче, и будьте поучитель, штрафик, распишитесь, от 3 до 4,5 тысячи рублей. Абсурд? Абсурд. Но суть данного видео, друзья, не только и не столько показать абсурдность этого пункта, а еще, а главное, показать вам, как можно избежать многотысячных штрафов. Если где-то около вашего любимого рыболовного места, где вы любите рыбачить, или рыболовных мест, их может быть несколько, проходит дорога, но есть смысл оставить машину на этой дороге, прижавшись чуть к обочине, и пройтись 5-10 метров пешком, друзья, это не 200 метров, но зато вы будете уверены, что вы не будете оштрафованы. Надеюсь, кто-то, может быть, об этом не знал, надеюсь, кому-то это видео будет полезно. Вот. Но на этом у меня все. Скоро открытие нового фидерного сезона 2019. Подписывайтесь на канал и увидимся на водоемах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok